Мы продолжаем обсуждать понятие производной. В прошлый раз мы определили, что это такое, а сегодня обсудим, как считать производные. Опять же, я думаю, что в целом определение и даже правила подсчета вам знакомы со школой, но я не уверен, что вы знаете доказательства, и сейчас мы их подробненько обсудим. Итак, я напомню. Что такое производная? Мы рассмотрим какую-то функцию и говорим, что производная функция f в какой-то точке x0, это есть такой вот предел. При Δx стремящемся к нулю f от x0 плюс Δx минус f от x0 разделить на Δx. Или, что то же самое, предел при x стремящемся к x0 f от x минус f от x0 разделить на x x0. Значит, это определение производной. И производная показывает, как устроена касательно графика функции, то есть, иными словами, как устроен график функции, если мы его очень сильно увеличим, если мы очень сильно увеличим масштаб вблизи некоторой точки. Давайте я напомню картиночку на эту тему. Значит, вот у нас есть какая-то функция, какой-то график у нее есть, и можно построить некоторые точки x0, построить касательную, и угловой акцент этой касательной и будет как раз равняться производной. Вот. Значит, иными словами производная показывает, насколько сильно мы сдвигаемся по у, если мы насколько-то сдвигаемся по x. По крайней мере, в таком линейном приближении, сдвигенно�� маленький. Спасибо. И если у вас есть какая-то функция, которая задана как сумма каких-то функций, произведения каких-то функций, какие-то сложные функции, в общем, какой-то такой комбинации других функций, вы хотите, зная производные каждой из составляющих, научиться находить производную всей комбинации, всей формулы, которые эти составляющие используют. И, как обычно, начинаем с суммы. Пусть у нас есть две функции. Производная сумма. Пусть у нас есть две функции, f и g. И пусть они обе дифференцируемы в какой-то точке, в какой-нибудь точке x0. Тогда функция h от x равняется f от x плюс g от x, дифференцируема в точке x0. И h от x равняется f' от x плюс g от x. Значит, такой достаточно ожидаемый результат. Давайте его докажем. Ну, давайте по определению. Значит, h штрих. И, значит, я не написал здесь. Я потребовал дифференцируемости в точке x0, а дальше использовал букву x. На самом деле, везде должна быть, конечно, буква x0. Это вот ровно все речь про ту точку, в которой мы знаем, что функции дифференцируемы. Обе функции дифференцируемы. Итак, давайте посчитаем производную в точке x0. Значит, это по определению предел при дельта x, стремящемся к нулю. h от x0 плюс дельта x минус h от x0 разделить на дельта x. Или, что то же самое, это предел при дельта x, стремящемся к нулю. f от x0 плюс дельта x плюс g от x0 плюс дельта x минус f от x0 плюс g от x0 в скобках и разделить на дельту x. Значит, вот я просто расписал определение. Что теперь с ним нужно сделать? Воспользоваться арифметикой пределов. Ну да, но прежде чем воспользоваться арифметикой пределов, нужно еще что-то сделать, чтобы было видно, к чему ее применять. Разделить на две. И как? Как их разделить? Ну, f в одну дробь, а g в другую. Да, давайте просто перегруппируем слагаемые. Значит, у нас здесь есть с одной стороны сумма f и g, и с другой стороны сумма f и g. А нам нужно по отдельности. Мы хотим отдельно f сгруппировать, и отдельно g, потому что мы хотим получить производные эти функции. Получается вот такая штука. Значит, это пока что такое чистое алгебраическое тождество. Ничего тут нету высоконаучного. Значит, вот такое равенство получается. Получается предел при дельте x, стремящемся к нулю, от суммы двух дробей. В первой дроби f от x0 плюс дельта x минус f от x0 делить на дельта x. А в другой дроби g от x0 плюс дельта x минус g от x0 делить на дельта x. Такая штука получается. Ну, а дальше действительно понятно, что можно воспользоваться теоремой определи суммы, потому что первая слагаемая стремится к... К чему она стремится? Производная f в точке x0, а вторая слагаемая стремится к производной g в точке x0. Ну и, собственно говоря, все. Оба предела существуют. Значит, предел суммы существует, а равен суммы пределам. Значит, и получается, что это есть f' в точке x0 плюс g в точке x0. Мне кажется, мне надо купить себе пальто длинное в пол, как халат. Такое, не бриталенное, просто вот так и это все. Хочешь, купи. Кого-то надо замьютить. Ну, вряд ли ты знаешь. Ладно, я бы уже пошла. Сейчас что-нибудь одену. Окей. Значит, есть ли вопросы по этому доказательству? Оно вроде бы простое, но даже в простом месте могут возникнуть какие-нибудь вопросы. Если есть, задайте. Ну что, нет вопросов. Едем дальше. Ну, это правда простая штука. Ну, давайте обсудим второе правило. Это производное произведение. Тут все чуть-чуть похитрее. Значит, опять же, утверждение устроено примерно таким же образом. Значит, пусть f и g дифференцируемы в точке x0. Рассмотрим функцию h от x равняется f от x плюс g от x. О, не плюс, умножить теперь. Умножить на g от x. Тогда h дифференцируемы тоже в точке x0. И выполняется равенство. Значит, производное произведение. Хочется сказать, равно произведению производных, но нет. Тоже везде x0, да. Вот здесь тоже x0. Значит, производное произведение равняется такой штуке. Это произведение, это производное первого сомножителя умножить на второй сомножитель, плюс наоборот, f от x0 умножить на g штрих от x0. Значит, h штрих в точке x0, где h от x это f от x умножить на g от x равняется f штрих в точке x0 на g в точке x0, плюс f в точке x0 умножить на g штрих в точке x0. Правило стало более сложным, чем то, как было, когда мы обсуждали всякие пределы. Но... Ну, что поделать? Вот такое. Давайте докажем. Смотрите, я тут сейчас нарисую картинку, похожую на ту картинку, которую мы рисовали, когда доказывали утверждение про предел произведения. Ну, я вообще эту картинку люблю, она много что доказывает. Значит, картинка такая. Значит, давайте построим прямоугольник. у которого... Точнее, два прямоугольника, один внутри другого. Давайте пусть у нас будет внутри... Значит, давайте так. Внешняя сторона... Сейчас, значит, сторона большого прямоугольника по горизонтали пусть будет f от x0 плюс дельта x, а сторона большого прямоугольника по вертикали пусть будет... Давайте даже вот так вот нарисую сейчас это... Значит, я буду подписывать с другой стороны. Значит, эта сторона f от x0 плюс дельта x, а вот эта сторона, наоборот, g от x0 плюс дельта x. Значит, у нас есть маленький прямоугольник, который как бы вписан в левый нижний угол большого прямоугольника, и у него стороны f от x0, g от x0. И теперь то, что нас интересует... Ну, давайте я напишу формулу. Нас интересует h' в точке x0. Это есть предел при дельте x, стремящемся к нулю. f x0 плюс дельта x умножить на g x0 плюс дельта x минус f от x0 на g от x0. Все это поделить на дельту x. Значит, вот я расписал определение производной для функции h в точке x0 и нарисовал соответствующую картинку. Значит, по картинке видно, что... Где на картинке нарисован числитель этой дроби, которую я написал? Ну, это такой... Да, вот этот уголок, это и есть числитель этой дроби. И теперь смотрите, какая идея. Можно вопрос? У нас получается, мы этой картинкой предполагаем то, что у нас g от x0 плюс дельта x больше, чем f от x0, и то, что f от x0 плюс дельта x больше, чем g от x0. То есть это как бы... Ну, конечно. Конечно, картинка условная в том смысле, что может быть, что она нарисована так, а может быть, что и неправильно. Может быть, что нужно было в другую сторону знаки поставить. Но это всегдашняя проблема. С одной стороны, картинки помогают думать, а с другой стороны, нужно всегда понимать, что когда мы какую-то картинку нарисовали, мы были вынуждены, когда эту картинку нарисовали, принимать какие-то решения. И чаще всего мы эти решения как-то принимали произвольным образом. И нужно всегда проверять, что... То, что мы поняли по картинке, действительно не зависит от тех решений, которые мы принимали. И поэтому картинка, как правило, не дает сразу мгновенного доказательства. И должна подтверждаться какими-то аккуратными рассуждениями. Но зато дает интуицию. Смотрите, давайте я сейчас, кстати, как раз, говоря про интуицию и про эту картинку, давайте я вот еще что скажу. Смотрите. Значит, прежде чем... Я могу, в принципе, здесь написать сейчас некоторую выкладку, которая... Ну, хотя ладно, давайте я ее напишу. Значит, давайте, как обычно, попробуем представить себе этот уголок. Запишем он в каком-нибудь виде, в каком нам проще с ним работать. Значит, ну, допустим, можно разбить на горизонтальный узкий прямоугольник и вертикальный узкий прямоугольник. Например, вот так. Давайте это сделаем. Значит, получается такая штука. Значит, это все равно, что... Написать такой предел. Значит, f от x0 плюс дельта x на g x0 плюс дельта x. Значит, вот... Давайте горизонтальный уголок. Это у нас что такое? Горизонтальный прямоугольничек, который сейчас закрасил Малиновым. Это у нас что такое? Это у нас f от x0 плюс дельта x на g от x0 плюс дельта x минус g от x0. Ну, давайте я сразу разобью в две дроби. Значит, вот так. Можно спросить, а у вас точно на тех сторонах находится f от x0 и g от x0? Да, вроде бы. А, нет, не на тех, конечно. Не на тех. Значит, так, но это вроде бы на формулу вроде не повлияло. Да, на формулу не повлияло. Так, значит, это у нас первое слагаемое, второе слагаемое, как будет записываться. Ну, скажите мне кто-нибудь. Это я опять что-нибудь не то напишу. Ну, g от x0 плюс дельта x умножить на разность f от x0 плюс дельта x и f от x0. Так, значит, g от x0 умножить на f от x0 плюс дельта x минус f от x0 разделить на дельта x. Значит, я сейчас это выписывал, глядя на картинку, но понятно, что если я просто раскрою скобки вот в этом выражении и в этом выражении и приведу подобные слагаемые, то, значит, здесь сократится, ну, вот эта вот штука сократится. Вот она, то есть фактически это все равно, что добавить и вычесть некое слагаемое, а потом разложить это все в сумму двух выражений. Вот. Ну, а с прямоугольником мне как-то кажется, что это чуть-чуть попроще. Смотрите, что у нас получилось. У нас получился предел при дельта x, стремящемся к нулю. Две дроби, сумма двух дробей. В первой дроби f от x0 плюс дельта x умножается на разность g от x0 плюс дельта x минус g от x0. А во второй дроби, наоборот, g от x0 умножается на разность f от x0 плюс дельта x минус f от x0. И у обеих дробей изменитель дельта x. Ну, а теперь на самом деле, опять же, видно вот что. Давайте смотреть, что куда стремится. Ну, во-первых, во-первых, вот эта штука, g от x0, это просто константа, и она стремится сама к себе, к g от x0. Дальше. Вот эта штука стремится к f' в точке x0. Теперь. Вот эта штука в первой дроби стремится к g от x0. И, наконец, осталась еще одна вещь. f от x0 плюс дельта x куда стремится? x0. А почему она туда стремится? Мы сказали, что... Мы в прошлый раз, на самом деле, доказывали теорему о том, что дифференцируемые функции непрерывны. Поэтому f от x0 плюс дельта x стремится к f от x0 просто в силу непрерывности. Давайте я это еще дополнительно напишу. Значит, f от x0 плюс дельта x стремится к f от x0 при дельта x, стремящемся к нулю, так как f непрерывно в точке x0 смотрит предыдущую лекцию. Значит, мы в прошлый раз доказывали, что если функция непрерывна, то... Если функция дифференцируемая, то она непрерывна. В обратную сторону не обязательно, как показывает пример с модулем x. Но в эту сторону работает. Но поскольку функция непрерывна, то это означает, что когда у нас аргумент функции приближается к x0, то значение функции тоже обязано приближаться к f от x0. Вот. Получается... Дальше по теореме о пределе произведения, по теореме о пределе суммы, получается ровно то, что мы хотели. f от x0 на g' в точке x0 плюс g от x0 на f' в точке x0. Ровно то, что хотели, то и получилось. Вот все доказательства. Так, ну что, есть ли вопросы по этому доказательству? Ну, вроде тоже все прозрачненько. Значит, смотрите, на самом деле я хотел вот какого рода картинку показать. Значит, еще одна интерпретация с помощью той же самой картинки. Смотрите. Значит, давайте я напомню... Значит, давайте я напомню, что мы выписывали еще одно утверждение про производные, которое можно было бы положить в качестве определения производные. А именно, что если функция f дифференцируема в точке x0, то f от x0 плюс дельта x равняется f от x0 плюс f' в точке x0 умножить на дельту x плюс альфа от дельта x умножить на дельту x, где альфа от дельта x стремится к нулю при дельта x, стремящемся к нулю. Значит, вот такое утверждение мы выписывали в прошлый раз. И что оно говорит? Оно говорит, что если нас интересует значение функции f в точке x0 плюс дельта x, то это почти то же самое, что значение функции в точке f от x0, только его нужно немножко поправить. А именно нужно добавить вот эту компоненту, которая показывает, насколько сильно поменяется значение функции, если мы сдвинемся по x на дельту x, если мы будем двигаться с постоянной скоростью, с той скоростью, которая была в точке f' в точке x0. f' в точке x0 – это скорость в точке x0. То есть если мы будем двигаться с постоянной скоростью, то мы попадем вот сюда. Но поскольку сама у нас функция не обязана быть на самом деле линейной, то здесь возникает вот такая поправка, которая говорит, что пойдем мы не в точности сюда, но вот куда-то близко. Вот эта поправка, она не просто маленькая, когда дельта x маленькая. Вот эта поправка тоже маленькая, когда дельта x маленькая. Но вот эта поправка, она еще меньше. Она устроена так, что это дельта x умножить на что-то, что становится маленьким, когда дельта x маленькая. Значит, неформально можно сказать так, что если я рассматриваю вот эту разность f от x0 плюс дельта x минус f от x0, то эта разность примерно равняется f' в точке x0 умножить на дельту x. Если я вот это слагаемое отброшу, я могу сказать, что это слагаемое маленькое по сравнению с этим слагаемым, потому что это слагаемое получается в результате умножения квадфиксированного числа на дельту x, а это слагаемое получается путем умножения числа, стремящегося к нулю на дельту x. Поэтому, по крайней мере, если производная не нулевая, то вот это слагаемое будет маленьким по сравнению с вот этим. Ну и как бы если я его отброшу, то я получаю вот такое приближение. Значит, никакого формального смысла у этого приближения нет, кроме того смысла, который написан выше. Но для разных интуитивных построений вот эта штука нам будет полезна. И давайте я теперь нарисую картиночку. Значит, еще раз перерисую картиночку, которая была выше, с двумя прямоугольниками. Можно сказать так. Значит, вот у нас справа, как у нас тут было, g от x0 плюс дельта x. Здесь пусть будет f от x0, а тут пусть будет g от x0. Значит, теперь вот эти разности, они тут тоже написаны. Давайте я... Хорошо. Значит, давайте я скажу вот что. Давайте я скажу, что вот эта разность... Вот эта разность... Это примерно... g штрих в точке x0 умножить на дельту x. Вот эта разность сверху... Вот эта разность... Это примерно g штрих в точке x0 умножить на дельту x. Теперь, если мы посмотрим на ту разность, которая у нас получается, разность между уже произведениями, то мы увидим такую штуку. Смотрите. Значит, давайте я так вот это сделаю. Значит, вот у нас есть слагаемое, которое отвечает за одно из наших слагаемых. И у нас есть прямоугольник, который отвечает за другое слагаемое. Значит, вот эта штука, это примерно g штрих в точке x0 умножить на f от x0. И умножить на дельту x. Вот эта штука, это примерно f штрих в точке x0 умножить на g в точке x0 и умножить на дельту x. Вот, возникает вопрос. Ну, хорошо. Действительно, из вот этих вот двух прямоугольничков видно, что вот у нас одно слагаемое, и вот у нас другое слагаемое в нашем определении производной. А что делать с вот этим вот маленьким квадратиком, маленьким прямоугольничком, который в правом верхнем углу? Как вы думаете, что с ним происходит? Пренебречем, например. А в чем мы можем пренебречь? То, что он маленький. Он, ну, как это называется? Малость второй степени, что это такое. Да, значит, если посмотреть, что это такое, то это вот какая штука. Значит, это штука, которая устроена так. Это f штрих в точке x0 умножить на g штрих в точке x0 и умножить на дельту x в квадрате. Значит, вот эта вот штука, она, как говорят, малая второго порядка по дельте x. Значит, из-за того, что здесь возникает дельта x в квадрате, вот этот вот прямоугольничек, он не просто маленький, когда дельта x маленькая, а он оказывается маленьким по сравнению с дельтой x. Поэтому он оказывается маленьким по сравнению с вот этими вот маленькими прямоугольничками. Ну и на самом деле вот такого типа слога мы в данном случае можем действительно пренебречь, потому что, ну потому что, когда мы выписываем определение производной, у нас вот здесь вот производная, она как бы учитывает только малые порядка Δx. Малые, которые меньше, чем Δx, они все находятся вот здесь. Если вы посмотрите на вот эту запись, здесь просто написано, что это какая-то штука, которая становится маленькой по сравнению с Δx, когда Δx стремится к нулю. И вот эта штука тоже маленькая по сравнению с Δx, когда Δx стремится к нулю. Поэтому на производную вот эта штука вообще никак не влияет. Она, как говорят, как бы уходит вот в такого вот типа слога. Но чуть-чуть попозже мы с вами обсудим аккуратно так называемую о-символику, познакомимся с тем, кто такие маленькие. И вот это рассуждение можно было бы на самом деле записать совсем аккуратно. Сейчас оно немножко неформальное, сейчас здесь вот знак примерно равно, который непонятно чего означает. Его можно превратить в формально верное утверждение, но там нужно немножко повозиться, вводить новые понятия, понятия у малого, доказывать кучу свойств про эти у малые и так далее. В общем, на текущем этапе нам проще с вот таким вот доказательством, потому что оно ничего не требует. Но тем не менее, мне кажется, что вот эта картинка сама по себе тоже поучительна. Потому что из этой картинки мы, правда, прямо вот явно видим, откуда берется вот эта сумма. Из нее видно, что сумма, которая получается, она берется из-за того, что мы как бы учитываем, с одной стороны мы учитываем изменение одного параметра, при фиксированном другом. А с другой стороны, мы учитываем изменение другого параметра, профиксированного первого. Ну и, в общем, из картинки как-то становится совсем ясно, что действительно нам нужно написать эти два произведения. Ну, не знаю, по крайней мере, меня эта картинка в большей степени убеждает, чем какие-то алгебрические преобразования. Вот. Вот такая штука. И, на самом деле, вот эта интерпретация, здесь эта интерпретация еще не настолько важна, вот следующая теоремия, вот эта вот интерпретация, следующая теоремия, которую мы будем обсуждать, она, без нее совсем никуда. Значит, давайте посмотрим, есть ли вопросы по этой части. Хорошо. Ну, поехали тогда дальше. И следующая теорема. Производная сложная функция. По-английски она называется China Rule. Это такой перевод, до которого трудно догадаться, если не знать. Давайте я попробую эту теорему. Давайте попробуем эту теорему сначала угадать. Я не буду ее сразу формулировать, а давайте попробуем ее угадать. Значит, для того, чтобы ее угадать, нам нужно... Ну, какая у нас вообще задача? Задача состоит в том, что у нас есть две функции f и g. И у нас есть функция h, которая является их композицией. Значит, у нас есть функция f от x, у нас есть функция g от y, у нас есть функция h от x, которая есть g от f от x. И идея такая. Знаем производные f и g, хотим найти производные h. Давайте попробуем понять, что вообще все это значит, как теорема формулировать. Потому что так, вообще говоря, даже не всем понятно, что означает знаем производные f и g, в каких точках. Ну вот давайте я буду использовать интерпретацию, которую я уже использовал, когда мы говорили про сложную функцию, когда мы обсуждали про дел сложной функции, я рисовал три такие оси. Значит, x, y, z. Давайте я дальше сейчас покрупнее это все нарисую. Значит, это у меня три вертикальные оси, ось x, ось y и ось z. И у меня мои функции устроены так. Значит, давайте я отмечу какую-нибудь точку. Скажем, вот есть у меня точка x0. Она под действием отображения f. Значит, вот здесь будет действовать отображение f, а здесь будет действовать отображение g. Значит, точка x0 под действием отображения f переводит в точку, переходит в точку f от x0. И давайте я сразу обозначу f от x0 через y0. Это просто обозначение, но просто мне так будет проще. Чуть покороче потом будет формула. И, допустим, я теперь на эту точку y0 подействовал функцией g и получил g от f от x0 или что-то же самое h от x0. Давайте посмотрим, как в этих терминах устроена производная. Что такое производная? Как обычно, для того, чтобы что-то сказать про производное, мне нужно сдвинуться из точки x0. Ну, вот давайте я куда-нибудь сейчас сдвинусь, например, вверх. Значит, вот у меня здесь была x0, а теперь будет какая-то точка x0 плюс дельта x. И дальше я рисую такого же типа картинку. Значит, у меня x0 плюс дельта x отображается функцией f в точку f от x0 плюс дельта x. И потом я могу подействовать на это отображение, точнее, на эту точку еще отображением g. И окажусь в точке g от f от x0 плюс дельта x. Или что-то же самое, h в точке x0 плюс дельта x. Значит, вот такая картинка. И давайте поймем, что такое производная с точки зрения этой картинки. Смотрите. Давайте поймем, кто такое на картинке производная функции f в точке x0. Как ее можно понимать? Отрезок на оси y делить на отрезок на оси y. Да, это вот этот вот отрезочек поделить на вот этот отрезочек. Значит, отрезок на оси x – это в точности дельта x. Соответственно, f' в точке x0 – это есть предел f от x0 плюс дельта x минус f от x0 поделить на дельту x. Значит, это и есть предел такой штуки – отношение длины вот этого отрезка к дельта x. Иными словами, если думать про функции как про вот такие отображения, которые точечки с одной прямой переносят в точечки на другой прямой, то производная показывает, насколько сильно растягивается отрезок дельты x. То есть он как бы показывает, если мы поделим длину того отрезка, который получается под действием функции f, то у меня отрезок длины дельты x переходит вот в этот отрезок между точечками f от x0 и f от x0 плюс дельты x. Соответственно, производная показывает отношение двух длин. Иными словами, она показывает, во сколько раз вот этот отрезок на оси y больше, чем отрезок на оси x примерно. Понятно, что все это верно только когда дельта x очень маленькая. Чем меньше дельта x, тем лучше работает это приближение, потому что здесь стоит предел при дельта x, стремящемся к нулю. Но, по крайней мере, можно иметь такую интуицию. Давайте я напишу, что длина вот этого отрезка примерно равна дельта x умножить на f' от x. Давайте я даже наоборот напишу. f' в точке x0 умножить на дельту x. Значит, это длина вот такого отрезка. Значит, вот это, в принципе, ровно то же самое, что я писал вот здесь, выше. Я писал, что разница между значениями функции f' в точке x0 плюс дельта x и x0 это примерно f' в точке x0 на дельту x. И здесь то же самое, только в виде графической иллюстрации. Значит, я говорю, что длина вот этого отрезка это в точности как раз отрезок, у которого длина равна f от x0 плюс дельта x минус f от x0. Что длина этого отрезка как раз и есть примерно f' в точке x0 вот в этой точке умножить на дельту x. Как согласны с таким приближением? Хорошо. А теперь скажите, как бы теперь найти длину, хотя бы приблизительно, как бы теперь найти длину вот этого отрезка на оси z? Что это такое? Значит, у нас функция f превратила нам вот этот отрезок длины дельты x вот в этот вот отрезок длины f' от x0 умножить на дельту x. То есть умножила длину дельты x на соответствующую производную. Производная показывает, во сколько раз этот отрезок растянулся. Что теперь можно сказать про отображение g? Как оно работает? Как оно действует на соответствующих отрезках? Вот у меня есть отрезочек на оси y и отрезочек на оси z. Что можно про них сказать? У нас дельта y – это получается просто отрезок на оси y. То есть это то же самое, что мы только что сделали. То есть это просто будет дельта y, то есть вот это вот желтое, умножить на g в x0. Да. Смотрите, значит, утверждение такое. Если мы интерпретируем, все правильно вы сказали, да, если мы интерпретируем производную как штуку, которая показывает, насколько сильно отрезочки сжимаются или растягиваются, то мы должны сказать следующее, что чтобы понять, насколько сильно растянулся вот этот желтенький отрезочек, нам нужно длину этого, ну, как бы, чтобы понять, во сколько он растянулся, нам нужно просто посчитать производную, чью производную. Но производная функции g в этой точке y0, в этой точке, откуда мы стартуем. Эта производная покажет, во сколько раз этот отрядчик растянулся. Чтобы найти длину этого отрядчика, нам нужно будет просто умножить эту штуку на следующую производную. Давайте я это здесь где-нибудь напишу, что эта длина будет f' в точке x0 умножить на дельту x. И все это нужно будет еще умножить на g' в точке f от x0. Опять же, это приблизительное равенство. Но оно становится тем точнее, чем меньше дельта x. Ну, отлично. Теперь, если я хочу задать такой вопрос. Значит, вот я стартовал с какого-то отрядчика дельта x. И дальше под действием моего отображения h попал сразу на ось z. Но это означает в точности, что я попал из отрядчика дельта x вот в этот малиновый отрядчик, который у меня сейчас получился справа. Значит, вот такая ситуация. У меня отрядчик дельта x превратился сначала в оранжевый отрядчик длины примерно f' в точке x0 умножить на дельту x. А потом я подействовал на этот отрядчик отображением g и получил малиновый отрядчик. И это то же самое, что я подействовал сразу на дельту x, подействовал отображением h. Теперь можно просто считать, чему равна производная отображения h. Буквально это написано. То есть производная покажет… Производная – это примерно отношение вот этого малинового отрядчика к исходному отрядчику зеленому. То есть это примерно вот такая штука, деленная на дельта x. То есть это означает, что эта производная равняется вот такой вот штуке. g' в точке f от x0 умножить на f' в точке x0. Ну, давайте это напишем. А отображение h – это из x в z? Да, да. Отображение h – это как бы… Ну, вот оно устроено так, что мы берем точку на оси x, действуем на него отображением f, на результате действуем отображением g. Это и есть наше отображение h. Значит, давайте я скажу, что… Значит, отображение h – это вот такое отображение. Вот. Итак, значит, что получается? h штрих в точке x0 – это пока утверждение, как бы, не доказанное, но, по крайней мере, мотивированное. h штрих в точке x0 – это и есть g штрих в точке f от x0 умножить на f штрих в точке x0. Давайте на это посмотрим, значит, есть ли вопросы по этой формулировке. Ну, и вообще по формулировке, по этому объяснению. Пока не доказательства, пока объяснения. А delta x у нас стремится к нулю, потому что это очень маленькое значение, да? Ну, как бы, да, но у нас по определению производной. Значит, по определению производной у нас написано, что delta x всегда стремится к нулю. Как бы это то, что происходит совсем-совсем-совсем в маленькой окрест нашей точке. Это мгновенная скорость изменения функции. Или в терминах вот этих отрезочков, это как бы история такая, что понятно, что разные отрезочки, в разных точках я могу прикладывать отрезок, и они будут растягиваться или сжиматься с разной интенсивностью. Ну, вот, производная отвечает на вопрос, если я возьму и к точке x0 приложу очень маленький отрезочек. Очень-очень маленький, так что он как бы не замечает, что… Ну, то есть, когда я рассмотрю очень маленький отрезочек, можно думать, что все точки этого отрезка, они как бы все растягиваются в одно и то же количество раз. Вот это количество раз, не все точки, как бы это сказать, все элементы длины. В общем, короче говоря, я считаю, что для маленьких отрезочков функция ведет себя примерно как линейная. Это означает, что она там растягивает эти маленькие отрезочки во сколько-то раз. Вот во сколько раз она растягивает, это и есть производная. Но всегда, естественно, подразумевается, что delta x маленькая. Итак, ну что, убедил ли я вас в том, что эта формула, по крайней мере, выглядит реалистично? По крайней мере, не с потолка взята? Ну, предположим. Хорошо. Давайте попробуем ее доказать. Надо сказать, что доказательство будет вряд ли более убедительным, чем то, что я сейчас нарисовал. Основная идея состоит в той картинке, которую я сейчас нарисовал. И понять нужно в первую очередь эту картинку. Аккуратно доказательство сейчас будет, но не то, чтобы оно было бы более простым, чем эта картинка, и более понятно. Ну что, есть еще вопросы по этой картинке? По рассуждению с растяжением отрезочков. Ну, хорошо. Давайте попробуем сейчас аккуратно доказать. Значит, вот это утверждение. Я попробую начать с того, что просто в лоб применю вот эту интуицию, которая у нас здесь есть на этой картинке. Попробую ее в лоб применить для того, чтобы написать аккуратно доказательство. Ну, давайте напишем, что предел… Кто такая производная функция h в точке х0? h' в точке х0 – это и есть предел при дельте х, стремящемся к нулю. g от f от х0 плюс дельта х минус g от f от х0 разделить на дельту х. g от х0 плюс дельта х. Освобожу себе место. Пока просто написано определение производной. И сказано, что это отношение двух таких величин. Давайте вернемся на картинку. Я задам такой вопрос. Как бы мне теперь эту дробь преобразовать, чтобы использовать это рассуждение, что на самом деле меня интересует отношение этого малинового отрезка к этому зеленому отрезку, но я могу его разбить в два отношения. Я могу думать про то, что происходит, как связаны эти два отрезка на оси х и на оси у, и как связаны эти два отрезка на оси у и на оси z. Как бы мне это записать, когда я обсуждаю эту дробь? Да, можете разделить на изменения по у. Да, ну вот хочется сказать такое, что отношение вот этой штуки к вот этой штуке, малинового отрезка к зеленому отрезку, это все равно, что отношение вот этой штуки малиновой к оранжевой умножить на отношение оранжевой к зеленой. Но давайте мы это запишем. Значит, получается такая штука. Давайте я пока поставлю знак вопроса здесь, потому что нужно быть осторожным. Значит, g от f от x0 плюс дельта x минус g от f от x0 разделить. Значит, на что мне тут нужно разделить? На вот эту штуку, на вот эту оранжевую штуку. И здесь нужно написать f от x0 плюс дельта x минус f от x0 разделить на дельту x. Значит, вот я написал мои два отношения. Ну и, в принципе, дальше кажется довольно логичным. Вот у нас возникнет здесь одна штука, которая будет стремиться к производной f'. Здесь возникает какая-то другая штука, которая, в принципе, тоже похожа на производную. Здесь g в какой-то точке считается минус g в какой-то другой точке. Делить на какую-то разность, тоже на какие-то расстояния между двумя точками. В общем, это тоже похоже на производную. И, в общем, вроде как было бы логично, чтобы вот эта штука стремилась к f', вот эта штука стремилась к g' в точке f от x0. Все ли хорошо? У нас не факт, что стремится к 0, а разность получается? Разность, вот эта разность? Да. Эта разность стремится к 0. Почему, кстати? Значит, когда delta x стремится к 0, f в точке x0 плюс delta x приближается к f в точке x0. Почему так? Потому что непрерывно. Потому что непрерывно, да, по непрерывности. Так что с этой разностью, значит, со стремлением ее к 0 все в порядке. Тем не менее, я утверждаю, что то, что я сейчас написал, это немножко смело. Она не то, чтобы концентрально неправильно. Мне кажется, что проблема в том, что такое ощущение, что мы берем производную не по x, а по f от x. Ну, сейчас, вот эту штуку мы сейчас отдельно разберемся. На самом деле, можно, мы, конечно, это, конечно, будет не производная по x, а производная по y, по аргументу функции g. Но, значит, там нужно применить теоремию о пределе сложной функции. И здесь будет все хорошо, на самом деле. Но, тем не менее, ну, то есть, когда мы сделаем все правильно, оно будет хорошо. Но, тем не менее, даже вот в самом этом переходе, вот в том, что я написал, казалось бы, я, значит, пока что я не перешел вот к этому пределу. Обсуждение того, кто куда стремится, это немножко преждевременно. Я утверждаю, что в самом этом переходе есть проблемы. Ну, в знаменателе 0, может быть. Да, дело в том, что я домножил и поделил на некоторое число, и я совершенно не гарантирую, что это число не 0. Потому что, ну, вот delta x точно не 0, потому что, значит, у нас delta x стремится к 0. И в определении предела явно сказано, что вот эта штука не должна принимать вот этого значения. Но про вот эту вот штуку, разность f от x 0 плюс delta x минус f от x 0, мне вообще никто не обещал, что она не 0. И вообще она может легко быть 0. Ну, как вы... Ну, что это означает? Это означает, что вы сдвинулись немножко на какую-то дельту x и получили такое же число, как f от x 0. Бывает такое, сколько угодно. Ну, да, например, на функции y равно 1. Да, например, на функции y равно 1. Или там можно что-то менее треверное придумать. То есть на функции y равно 1 еще можно как-нибудь обработать отдельно, как частный случай. Но бывает какой-нибудь там синус единицы зеленой на x умноженной на x, что-то в таком роде. Вот, в общем, короче говоря, вот непонятно, что с этим делать. Ну, на самом деле, понятно. Значит, давайте я сейчас сделаю некоторый хак. Сейчас будет немножко странненько. Давайте рассмотрим такую функцию. Главное ее сейчас правильно написать. Значит, рассмотрим функцию f. Значит, f — это функция от переменной, которая называется дельта y. У нас такого еще не было здесь. Значит, и эта самая f от дельты y определяется таким образом. Значит, она равна g от y0 плюс дельта y минус g от y0 разделить на дельту y, если дельта y не 0. И каком-то другом значении, если дельта y равняется нулю. Значит, я напомню, что мы обозначили за y0, мы обозначили просто f в точке x0. Значит, вот у нас на этой картинке, видите, я с самого начала сказал, что пусть f от x0 — это и есть y0. Это просто обозначение и еще более. Значит, пока что вот такая штука у меня написана. Значит, у меня написано, что есть функция f. f — это функция от дельты y. y0 у меня сейчас фиксированная. У меня фиксированный x0, фиксированный y0. Поэтому f зависит только от дельты y, больше нет чего. И это функция, которая устроена так. Если дельта y не равняется нулю, то она равняется g от y0 плюс дельты y минус g от y0. Делить все это делал на дельты y. Давайте подумаем. Если я хочу, чтобы эта функция была... Ну, короче говоря, какой самый естественный образ доопределить ее в точке дельты y равняется нулю. Понятно, что эта формула не работает, когда дельты y равняется нулю. Как бы вы хотели ее доопределить? Тоже 0. 0? Да, 0 при y равняется нулю. Так, 0 при дельты y равняется нулю. Какие еще есть идеи? Производный. А какой функции? f. А почему f? Ну, не знаю, либо g. А в какой точке? Ну, y0. Ну, да. Так, но если от y0, то тогда точно нет. Нет, y0. Так, сейчас, не понимаю, производная какой функции и в какой точке? Ну, я не знаю, но это точно будет производная. Ну, хорошо, от какой функции и в какой точке? Я не спорю с тем, что это будет производная. Ну, может быть, вот это f большое, производная от y0? Ой, а ты... Вы хотите определять значение функции в точке 0, как через значение непроизводной? Ну, хорошо, давайте я задам такой более прямолинейный вопрос. Значит, вот я хочу, чтобы функция f большой была непрерывной. По крайней мере, в какой-то окрестности точки 0. Как мне этого добиться? Ну, вы можете дельта... Что ватсом? f большое от дельты y, это будет предел от вот этой суммы при дельты y, стремящейся к нулю. Да, а чему он равен? Ну, производная от y0. Ну, g. Это производная от g в точке y0. Да. Значит, правильная была идея, что нам нужна какая-то производная. И это производная функция g в точке y0. Давайте посмотрим, что я утверждаю. Я утверждаю, что если мы вот так определим нашу функцию f, то она будет непрерывной в точке дельты y равняется нулю. Ну, почему это так? Ну, ровно потому что... Смотрите, что такое утверждение? Пронепрерывность. Утверждение про непрерывность — это утверждение, что предел функции в точке равен ее значению в этой точке. Но предел функции f от дельты y — это предел вот этого выражения при дельты y, стремящемся к нулю. Предел этого выражения при дельты y, стремящемся к нулю, это в точности производная, по определению. Значит, функция f от дельты y непрерывно в точке дельты y равняется нулю. Ну, потому что предел при дельты y, стремящемся к нулю, f от дельты y равняется пределу при дельты y, стремящемся к нулю от вот этой штуки. И равняется, по определению производной, g' в точке y 0. Равняется значению f в точке 0, потому что мы его таким выбрали. Можно еще раз объяснить, почему это так? Сейчас можете задать более конкретный вопрос? Ткните в то место, которое… Ну, почему вторая строчка, мы определили ее так? Почему мы определили функцию в так? Так что вызвали, да. Потому что захотели. Значит, мы ее захотели определить так, чтобы она была непрерывной. После этого вот доказательство того, что это действительно… Что такой способ определить действительно приводит к непрерывности. Видно, да? Значит, это, так сказать, ну, как можно сказать? Вот у нас была функция f от дельты y, когда мы ее не определили в точке, дельта y равняется 0. У нее там был как бы разрыв, но она там была просто не определена. Но предел вот этого выражения существует, потому что мы предположили, что функция g дифференцируема в точке y 0. Это означает, что мы можем как бы эту функцию доопределить по непрерывности. Вот мы ее доопределили по непрерывности, и доопределили мы ее точкой, значит, значением g штрих в точке y 0. И все работает. Действительно, функция является непрерывной. Давайте еще посмотрим на это равенство и на это рассуждение про непрерывности. Задайте какой-нибудь вопрос. Нам обязательно эту функцию вводить? Мы не можем в самом начале сказать, что если, допустим, y 0 плюс дельта y равно y 0, то тогда у нас g в этих точках тоже будет равно, и тогда производная h от x 0 точно будет равна 0. Там будет сложно доказывать, что производная существует. Я по этому поводу, я этим путем как бы пытался пройти, когда думал, как бы мне так сделать, чтобы вот эту функцию не вводить. И не придумал. То есть там можно доказать, что производная сложная функция, если существует, то равно 0, пользуясь определением предела по гейна. Но доказать, что она существует, чуть сложнее. Так что теоретически не совсем понятно, как это сделать. Наверное, можно, но простого способа похожа там нет. Вот. А теперь давайте вернемся к нашей вот этой формуле. Смотрите, значит, я теперь хочу записать вот эту штуку в виде, ну вот, я хочу теперь написать правильное равенство с помощью вот этой вот функции f от дельты y. Вопрос, что мне тут нужно подставить вместо дельты y. То есть я хочу, вот я хочу, на самом деле, чтобы вот вместо вот этого, вместо вот такого выражения, написать f от дельты y, где дельта y чему-то равно. Ну, дельта y это f от x 0 плюс дельта x минус f от x 0. Да, значит, я хочу, чтобы вот эта дельта y, это просто была бы вот эта штука. Здесь дельта y это какое-то произвольное число, но дальше я хочу эту формулу применять, подставляя вместо дельты y, подставляя вот это выражение. Давайте проверим, что при этом отчислитель тоже превращается в то, что надо. Но фактически что здесь происходит? Смотрите, вот f от дельты y это такая штука, это как бы заготовка для вычисления производной функции g. Значит, мы стартуем вот в этой точке, откладываем здесь какой-то дельты y и смотрим, значит, вот у нас здесь есть такой отрезочек, и мы смотрим, в какой отрезочек он переходит. Отношение длины этих отрезочков, это и есть моя функция f большого. Соответственно, если я в качестве дельты y возьму вот этот отрезок, то я в точности получу то отношение, которое мне нужно. Вот эту штуку делаем, наверное, на вот эту штуку. То есть если я к y 0 прибавлю разность между f от x 0 плюс дельты x и f от x 0, то я получу вот здесь f от x 0 плюс дельты x. И это, в общем-то, то, что мне нужно. Давайте проверим. Значит, я утверждаю так, что f от x 0 плюс дельта x минус f от x 0 равняется. Значит, чему эта штука равна? Опять же, здесь нужно скобочки написать. Давайте смотреть. Значит, у меня в числителе что получается? Я должен написать g, дальше я должен написать y 0 плюс вот это выражение. Значит, f от x 0 плюс дельта x минус f от x 0. Значит, это верно при условии, что вот эта вся штука... Значит, давайте я напишу, что если знаменатель не равен 0. И если знаменатель равен 0, то тогда эта штука равна g штрих в точке y к 0 по определению. Значит, если знаменатель равен 0. Я написал знаменатель, просто чтобы не переписывать еще раз эту штуку. Значит, давайте проверим, что это то, что мне нужно было. Смотрите, значит, вот эта часть совпадает с вот этой частью. Осталось разобраться с числителем. Значит, в числителе написано в новой формуле g от y 0 плюс f... Значит, g у аргумента g... у функции g такой аргумент. y 0 плюс f от x 0 плюс дельта x минус f от x 0. Минус g от y 0. Значит, что можно сказать про вот этот аргумент? Это y 0 плюс дельта y. Это y 0 плюс дельта y. Да, это правда. Значит, но... Но давайте проверим... У нас y 0 это же просто f от x 0. Да, вот смотрите, значит, я хочу показать, что на самом деле вот эта штука и вот эта штука – это одно и то же. Значит, y 0 и f от x 0 – это одно и то же, просто по определению. Просто такие обозначения были. Поэтому давайте я сразу их просто сокращу. Остается g от f от x 0 плюс дельта x. Вот ровно то, что здесь написано. Значит, давайте я теперь буду так закрашивать что-нибудь. Значит, вот, например, вот эта штука. Это то же самое, что вот эта штука. С другой стороны, здесь у нас осталось g от y 0 и здесь g от f от x 0. То есть это, опять же, ровно одно и то же. Значит, я напомню, что у нас y 0 – это то же самое, что f от x 0. Поэтому-то они и сократились здесь. Поэтому вот эта штука, значит, вот эта вот штуковина, вот эта штуковина – это то же самое, что вот эта штуковина. Ну, а знаменательство совпадает. Поэтому видно, что это ровно то, что я хочу. Как? Согласны? Ну, а теперь смотрите. Значит, теперь я могу с помощью этой функции f большого записать то, что я хотел записать вот здесь, уже без всяких сомнений. Смотрите, утверждение такое. Давайте я напишу. Значит, h' в точке x 0. Это есть, я еще раз напишу, что это есть предел при дельте x, стремящемся к нулю. g от f от x 0 плюс дельте x минус g от f от x 0 разделить на дельте x и равняется пределу при дельте x, стремящемся к нулю. f большого от x умножить на g в точке y 0 плюс дельта. f в точке x 0 плюс дельта x минус f в точке x 0 разделить на дельту x. Значит, вот смотрите. Я теперь утверждаю, что вот то равенство, которое у меня вылистать получилось, это совершенно частное и правильное равенство. Давайте проверим, что это так. Значит, давайте я сейчас просто еще раз перенесу вот эту вот штуку сюда. Просто скопирую ее. Я обычно стараюсь так не делать, но в данном случае, видимо, придется. значит, смотрите, что я утверждаю. Значит, если так оказалось, что вот это выражение, знаменатель, не равняется нулю, тогда f от дельта x равняется вот этой штуке. и вот эта штука успешным образом сокращается, и у меня действительно получается отношение вот этой штуки к дельте x. Значит, если f от x 0 плюс дельта x минус f от x 0 не 0, то, значит, вот это равенство, вот эта вот штука, то в этой штуке здесь можно сократить. Ну, хорошо. А если так оказалось, что эта штука равна нулю? Что тогда? Значит, тогда вот эта вот штука вообще уже не работает. Но я утверждаю, что вот эта вещь в таком случае все равно равняется вот этой штуке. Почему так? У нас очень большое, это какая-то константа, потому что это производная же в какой-то точке, а вот эта дробь – это 0, просто потому что f от x 0 плюс дельта x равно f от x 0. Да, у нас просто и в левой, и в правой части вот здесь, и вот здесь будут просто написаны нули для этих значений. Значит, здесь будет 0, потому что вот эта штука обнуляется, а здесь будет 0, потому что в этом случае, если f от x 0 плюс дельта x минус f от x 0 равняется нулю, то это просто означает, что здесь значение функции f от x 0 плюс дельта x равняется f от x 0. Значит, g от f от x 0 плюс дельта x минус g от f от x 0 равняется 0. Короче говоря, в обоих случаях, и когда эта штука обнуляется, и когда эта штука не обнуляется, у нас выполняется такое равенство – вот эта вещь равна вот этой вещи. Посмотрите внимательно. И задайте какой-нибудь вопрос. Мне кажется, что за этим выкладком было трудно уследить, поэтому только вопрос вас спасет. А к какому итогу мы пришли? Еще не пришли, я сейчас буквально. Значит, промежуточный итог состоит в том, что вот эти два предела равны, просто потому что у меня выражения под знакомым пределам равны при всех значениях дельта x. Вот пока что я доказывал вот это утверждение. Итог сейчас будет буквально через минуту. Пока что я утверждаю, что мы действительно правду написали, когда написали, что вот эта штука равна вот этой штуке. Потому что она, конечно, не от дельты x, а от дельты y, а точнее от вот этой штуки. Значит, вот здесь вот в f нужно было подставить... Ну, давайте я вот так напишу. Эту штуку нужно было подставить в f. Да. Хороший вопрос. Это значит, у меня не правда была написана. Теперь правда. Вот я пользовался, я пользовался вот этим равенством. Я пользовался тем, что когда я подставляю... Я пользовался тем, что f большое, когда я в него подставляю вот эту самую вот эту вот штуку, что f большое превращается в... Ну, вот в точности вот в эту дробь. Давайте еще вопросы. Видите, одну ошибку уже нашли. Смотрите, если у нас дельта y равен нулю, то получается, что у нас производная h в точке x ноль тоже равна нулю, да, получается? Ну, как бы... Дельта y — это вполне конкретное значение. Это как бы допредельное значение. Да. Если у нас дельта y тоже действенно равна... Дельта y — это штука, которая зависит, на самом деле, от того, либо это призвольные переменные, либо если мы подставляем вместо дельты y конкретно вот эту штуку, то она зависит от дельты x. Поэтому ваш вопрос не совсем понятен. При каком дельте x? Если при всех дельта x, то производная равна нулю. Ну, смотрите, у нас просто может быть случай, когда у нас f от x ноль плюс дельта x равен f от x ноль, да? Да, и это вот как раз ровно вот этот случай, ровно второй случай. И тогда g от f от x ноль плюс дельта x тоже равно g от f от x ноль. Да, совершенно верно. Производная равна нулю, да? Ну, сейчас, подождите. Производная — это после того, как мы перешли к пределу. Значит, пока что у нас... Чтобы что-то говорить про производную, мне нужно предел рассмотреть. Пока что вот то равенство, которое я рассматриваю, это равенство величин, которые стоят под знаком предела. Я написал, что это равенство пределов, но на самом деле я утверждаю, что эти два предела равны, потому что равны выражения, которые стоят под знаком предела. И обосновываю сейчас именно это. То есть сейчас, пока мы ничего про предела не сказали, мы просто доказали... Да, 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 совершенно верно. Да, совершенно верно. Я, может быть, зря тут даже стал эти пределы писать. Я хотел, видимо, немножко сэкономить себе шаги. Вот. Но смысл в том, что сейчас мы просто доказываем, что равны выражения, которые стоят под знаком предела. Можно, пожалуйста, объяснить, как мы от системы пошли дальше? Получается, мы рассмотрели под системой два случая с знаменателем равным нулю и неравным? Да, смотрите, значит, я говорю следующее. Значит, вот я хочу доказать такое равенство. Я хочу доказать, что вот эта штука равняется вот такой штуке. Значит, возможно, два случая. Первый случай. Когда вот эта разность не равна нулю. Если она не равна нулю, то я знаю, что вот это выражение, f, в которое подставили эту разность, оно равняется вот такой штуке, про которую мы доказали, что это то же самое, что вот такая штука. Значит, тогда здесь написано... Тогда вот в этом выражении написано ровно вот то, что здесь написано. И при этом вот эта штука не нулевая. В этом случае на нее можно сократить и действительно увидеть, что то, что получилось, это вот эту штуку поделить на вот эту штуку. Значит, это был первый случай. Второй случай – это когда... второй случай – это когда вот эта разность, как бы дельта у наш, он равен нулю. Но если эта разность равна нулю, то это означает, что f в точке x0 плюс дельта x равняется f от x0. Значит, вот у меня это здесь написано. если f в точке x0 плюс дельта x равняется f от x0, то чему равняется вот это выражение? Что? Я не поняла. Можно еще раз? Смотрите, значит, мы рассмотрели два случая. В первом случае вот эта штука не равно нулю. Да, первая, понятна. Второй случай – если вот эта штука равна нулю. Если она равна нулю, я спрашиваю, чему равно вот это выражение? Если f от x0 плюс дельта x минус f равно нулю. Оно тоже равно нулю. Потому что если f от x0 плюс дельта x минус f от x0 равно нулю, то это означает, что просто f от x0 плюс delta x – это то же самое, что f от x0. Но если f от x0 плюс delta x – это то же самое, что f от x0, то это просто означает, что мы вот в этой разности вычисляем значение g в одной и той же точке. И здесь, и здесь. А тогда у нас получается, что производная от h в точке x0 равна нулю, нет? Сейчас, погодите, давайте пока не думать ни про какие производные. Я пока что вообще не думаю пока про вот эти пределы, а я думаю просто про выражение, которое стоит под знаком предела. Я утверждаю, что эти выражения равны при всех delta x. Значит, вот один случай, когда delta x не равняется нулю, мы рассмотрели. Сейчас мы рассмотрим случай, когда delta x, простите, не delta x равняется нулю, а случай, когда вот это выражение, delta y. Значит, мы рассмотрели случай, когда вот это выражение не равно нулю и рассмотрели случай, когда это выражение равно нулю. Значит, если это выражение не равно нулю, то все работает. Если оно равно нулю, то как эта штука устроена? Значит, во-первых, я утверждаю, что вот эта штука равна нулю. Понятно, почему так? Да, понятно. А во-вторых, я утверждаю, что вот эта штука тоже равна нулю. Потому что здесь какое-то конкретное число будет. Дельта х не ноль, а вот эта штука равна нулю. Значит, в обоих случаях эти два выражения равны. Все вроде бы поняла. Спасибо. Отлично. Значит, выражения под знаком предела равны? Ну и все. Последний аккорд состоит в том, что нужно перейти к пределу. Значит, предел этой штуки. Во-первых, я утверждаю, что предел при дельта х, стремящемся к нулю. f от f маленькая х ноль плюс дельта х минус f маленькая от х ноль. Значит, внешняя функция непрерывна. Это предел сложной функции. Внешняя функция непрерывна по построению. Значит, я могу сказать, что это и есть f большое от предела при дельта х, стремящемся к нулю. f от х ноль плюс дельта х минус f от х ноль. Чему равняется этот предел, который у меня сейчас внутри f написан? Ну, f производная от х ноль умножить на дельта х, вроде как. На предел у меня при дельта х, стремящемся к нулю. f от нуля просто. f от нуля. Сейчас, предел от вот такого выражения. Когда дельта х стремится к нулю. Ну, это ноль. Это ноль. Да, получается, f большое от нуля. f большое от нуля по определению равняется g штрих в точке f от х ноль. Значит, я воспользовался здесь непрерывностью функции f большое. И благодаря этому смог применить теорему определения сложной функции. Вот этот переход отсюда сюда, он как раз обосновывается таким образом. Ну, а второй сам множитель, вот этот сам множитель явно стремится к производной функции f. А можно спросить? А мы не могли просто из-за того, что у нас выражения одинаковые, навесить знак предела и посчитать, как бы, и там вроде все нормально выходит? Нет? Ну, мы это делаем. Мы это делаем. Вот смотрите, я сейчас просто считаю вот этот предел. И считаю я его так. По теореме о пределе произведения мне нужно посчитать предел вот этой штуки и посчитать предел вот этой штуки. Предел второго сам множителя – это явный f' в точке х ноль. А предел первого сам множителя, вот этого f большого, я посчитал вот здесь. Здесь я вынужден воспользоваться теоремой о пределе сложной функции, но она как раз здесь сработает. Потому что f большой непрерывно. В нуле. Ну, вот и получается, что у нас вот эта штука стремится к g' в точке f от х ноль. Значит, один сам множитель стремится к g' от f от х ноль, а другой стремится к f' от х ноль. И все доказано. Ну как? Выглядит хоть чуть-чуть реалистично. Хорошо. Значит, я вас уже и так задерживаю. Давайте считать, что на этом официальная часть закончилась. Но я готов отвечать на вопросы, пока они будут. Илья, подскажите, пожалуйста, когда вы выложите, когда у вас будет возможность выложить эту лекцию в YouTube? Сегодняшняя? Ну, я попробую сейчас ее выложить. Мне Zoom ее отдаст, и я ее выложу. Окей, спасибо. Илья, у нас получилось, что производная сложной функции, производная внешней функции умножить на производную внутренней. Да, только производную внешней функции нужно брать в правильной точке, а правильная точка – это f от х ноль. Да, ну, совершенно верно. Ну, собственно говоря, то, что мы и обещали. Значит, вот у нас эта формула, которую мы обещали доказать. И вот мы ее в итоге и доказали. Почему f от нуля-то у нас это производная от gf в точке f от х ноль? У нас f от нуля же просто… Ну, и мы вот так это сделали? Ладно, все. Да, я понял. Мы ее специально так определили. А вот, получается, у нас верхняя часть не используется, что ли, как бы? Нет, верхняя часть, ну, смотрите, у нас верхняя часть используется. Ну, как, вот мы доказываем, мы доказываем, что… Ну, смотрите, вот в этом районе мы доказываем, что вот эта штука равняется вот этой штуке. Соответственно, верхнюю часть в определении функции f большая мы используем тогда, когда рассматриваем случай, что вот этот дельта y не равен нулю. А именно, мы говорим, что если этот дельта y не равен нулю, тогда вот это f большое равняется вот этой штуке. И в этот момент мы как раз использовали то, как мы обрели верхнюю часть f большого, когда его аргумент не нулевой. Смотрите, я просто хотел… Вот у нас производная от аж точки x0 – это предел от дельты x, стремящемся к нулю. Это большая f от дельты y умножить на f, ну, в общем, вот это у вас, да, где вы сейчас остановились. Ну, мы же тогда можем просто посчитать здесь, то есть у нас, то есть мы можем подставить просто вместо f, мы можем подставить, ну, вот, ее, как бы, значение, и там же и так получается. Ну, это кажется как раз, это кажется как раз то, что я делаю, кажется как раз то, что вы говорите, это вот ровно то, что я делаю вот здесь. Когда я говорю, что мне теперь нужно посчитать предел вот этого f большого, в силу непрерывности f большого, я могу воспользоваться теоремой о пределе сложной функции, значит, перенести знак предела внутрь этого выражения, и, значит, после этого сказать, что, значит, вот это что-то, стимизировано. Я понял, что это то же самое, что я делал. Да, это, да, 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 это, наверное, ровно то же самое. Угу.